Здравствуйте! С вами Витом Хилариса Левинска. И сегодня, скажем так, я не лучше в своей форме. А все потому, что начало весны, конец февраля, и каждый год у меня практически в это время начинается сезон простуд. Так бывает, может у вас тоже так бывает. Зимой морозы и держишься без простуд, а вот начинают потеплеть. Как я пишу свое состояние? Голос изменился, говорю в нос, дышать носом тяжело, слабость, состояние не самое радужное. Надо принимать срочно меры. Если вам знакомы такие ситуации, когда простуда вас затягает врасплох, а впереди очень много дел, и никак нельзя посвятить свое время, лежая на диване, перебиванию теплого чайка с медом, с лимоном и всех прочих атрибутов выздоровления, самое время попробовать применить на себе, чего я сейчас и сделаю. новинку. Вот такой вот пластырь, ринопластырь. Скажем так, пластырь не самый дешевый, стоит он 59 рублей, вроде бы дорого, да, 59 рублей за 4 пластинки, 2 для носа, 2 для шейного позвонка, для 7-го шейного позвонка. Но учитывая, сколько можно потерять выгоды, лежа дома на диване, неделю это может быть дольше, лучше принимать сразу, не дожидаясь серьезных осложнений. Вот он, пластырь, хан, ринопластырь. Прежде чем складывать пластырь, я подготовлю поверхность носа, буду накладывать пластырь вот на эту область, сначала на нос. Для этого я обезжирю поверхность. Буду использовать для этого самый обычный тоник, не рекомендую вам обезжирить поверхность лица спиртом, либо диколоном. Это сушит поверхность кожи. Ни к чему хорошему это не приводит в конечном итоге. Так, хватит. И аккуратно протираем вот эту область между основанием носика и крыльями носика. Для того, чтобы пластырь лучше держался, для того, чтобы активные компоненты пластыря лучше проникали в поверхность кожи. И выздоровление происходило наиболее быстрым способом. Я подготовила кожу для нанесения пластыря. Вскрываем упаковку. На упаковке еще написано, куда наклеить надо. Так, у нас в упаковке, вот, пожалуйста, жду указано, как ей для носа. И две полосочки для носа, две полосочки для седьмого позвонка. В данном случае, вот эти фигурные полосочки, это полосочки для носа. Мне в данном случае нужна была всего лишь одна полосочка. С вечера наклеиваем на нос, а утром, согласно инструкции, наклеиваем на седьмого позвонка. Я снимаю защитную пленку. Запах, даже я своим заложенным носом его отлично ощущаю. Вот, белая защитная пленочка. Аккуратно. И приклеиваем его на нос. Вот сюда. Трудно ошибиться, потому что стандартно подобран. У нас там есть активная точечка. Все. Разровняли. Которое будет способствовать выздоровлению. Как бы смешно и сейчас не выглядело, запах действия пластыря ощущается мгновенно. Сильнейший поток ароматов. Энергия пребывает. Надеюсь, что все будет благополучно. Впервые использую этот пластырь. Увидимся дальше в продолжении этого видео. Итак, первым этапом использования ринопластыря Вокхан компании Тиандэ было применение вот такой полоски на нос. Я ее благополучно сняла. Скажу, что полоска прекрасно держится в течение 12 часов. Не вызывает никакого дискомфорта, каких-то болевых ощущений. Ну, единственное, что по мере того, как она отдаст вам все полезные свойства, она буквально сама отклеивается через те же 12 часов. Вторым этапом применения пластыря Вокхана является использование другой полоски, которая наклеится на седьмой позвонок. Это уже делается утром. Первый пластырь клеим на ночь, на нос, вечером. А вторая полоска клеится на седьмой позвонок. Я для начала обезжирю поверхность седьмого позвонка, куда буду клеить этот пластырь. Конечно же, вы наверняка задаетесь вопросом, как же я себя чувствую после первого этапа применения пластыря Вокхана. Я не скажу, что я абсолютно здорова стала, я не буду это утверждать, но дышать могу носом, это уже очень радует. Могу также сказать, что появилось желание что-то делать. Вчера такого желания не было, все-таки просто задавала себе знать. Голова более светлая, нет пелены перед глазами, слабость пропала. Вообще скажу, что этот пластырь, как мне показалось после первого применения, на ночь когда наклеила, все-таки ночью вызывает потоотделение повышенное, но это всегда благо для болеющего человека, для выздоравливающего человека, потому что через плод выходят токсины, как мы все прекрасно знаем, одна из причин заболевания. Пока будет подсыхать кожа, которая подготовила для нанесения в полоски пластыря Вокхана, я вам кратко, очень кратко опишу те ошибки, которые я вчера допустила, впервые применяя пластырь Вокхана, которых я потом позже выяснил, что были ошибки. Во-первых, что вы их не допускали, конечно же, при применении пластыря Вокхана. Во-первых, обезжиривайте поверхность носа не только, как я это делала, вдоль крылышек носа, правая и левая сторона, но также вот эта вот часть, потому что именно в этих вот местах находятся те самые активные точки по китайской традиционной медицине, воздействия на которых способна убрать проявление насморка и вообще простудные заболевания. Поэтому обезжиривайте вот эту вот часть, более широко захватывайте. Это первое. Во-вторых, вот очень важный момент, будете приклеивать пластырь, никакой спешки, и делайте это желательно перед зеркалом. Потому что я вчера приклеила, записала видео, потом как-то почувствовала, что слишком высоко его приклеила, очень близко к глазам, трудно было убрать макияж с глаз. Начала переклеить пониже, да, пластырь держится, ничего не скажу, переклеила пониже, поудобнее. Но буквально через час пластырь отклеился, второй раз его уже назад не приклеишь, поэтому фактически один из пластырей для носа в хам, ринопластырь, мне казался бесполезным. Ну, не сложно дома заполнить. Итак, подсохла сзади поверхность на седьмом позвонке. Я аккуратно снимаю защитную пленочку, эту белую, со второй части пластыря. Запах такой же. Не скажу, что сильно приятный, но травянистый, можно потерпеть. И специально разворачиваюсь к вам с шейным позвонком, чтобы вы видели, как я буду клеить. Здесь разницы нет в вертикально-горизонтально, то есть нет различий. Нащупываю седьмой позвонок, он самый выступающий. И вот так вот по центру седьмого позвонка приклеиваю этот пластырь на срок более 12 часов. Ну, по крайней мере, этот пластырь сам отклеится, когда полностью все полезные компоненты будут использованы. Я надеюсь, что мой эксперимент над собой по избавлению от наспорка вас заинтересовал. Поэтому дождитесь окончания видео и узнайте о моих впечатлениях применения ринопластыря в Ухан. Прошло 12 часов и, конечно, я благополучно остила седьмого шейного позвонка ринопластырь в Ухан, полосочку для шеи. Опишу кратко свои ощущения. Тепло, такое приятное, легкое тепло будет вас согревать. Чем-то отдаленно напоминающее, если помните, в детстве мама ставила вам горчичники. И вот когда уже слабевала 10 этих горчичников, но тепло еще было, вот примерно такого вот качества это тепло. Такое с легким, таким приятным жжением. Для тех, кто все-таки набрался сил, досмотрел это видео до конца, хватило терпения. В качестве небольшого бонуса я уже в конце видео сейчас расскажу вам немного теории. Вы помните, почему пластырь клеится именно на эти точки, куда светуют нам клеить производители пластыря в Ухан. А также расскажу подробно о составе этого пластыря, после чего, я думаю, у вас отпадут всякие сомнения в стоимости этого пластыря. А тем более, после того, как вы видите, что пластырь реально помогает избавиться от насморка полностью за, буквально за 48 часов, без лекарств, без необходимости отправляться в аптеку. Преимущество этих пластырей в Ухан, в данном случае ринопластыря, стоит в том, что вы видели сами, что никаких лекарств не используется. Используется трансдермальная терапия, то есть воздействие идет на активные точки. Согласно канонам традиционной китайской медицины, вот здесь в сантиметре от крыльшка носа находится одна точка, находится другая точка. Эти точки называются инсян. Эти точки издавна используются для того, чтобы воздействие на них можно было избавить человека от насморка, от отсутствия обоняния, даже от кровотечения из носа. Поэтому, как вы помните, форма у пластырей для носа особая специфическая, так, чтобы можно было дотянуться именно как раз до этих активных точечек, расположенных в сантиметре от ноздрей. Вторая точка, не менее важная для избавления от насморка, это точка Даджуй, расположенная как раз на седьмом шейном позвонке, и благодаря воздействию на эту точку можно добиться избавления от головной боли, от насморка, от лихорадки, от озноба. Очень важная точка. Именно на нее, как вы все помните, мы клеили вот этот пластырь, который специально предназначен для седьмого шейного позвонка. Я расскажу о составе пластыря лукхан. Ну, во-первых, это идет имбирь. Имбирь довольно популярное даже в наших широтах растение, хотя оно произрастает в Индии, в Юго-Восточной Азии. Но это многолетнее растение, все знают его целебные полезные свойства, очень богатый состав. Имбирь используют для улучшения пищеварения, поскольку он еще обладает свойством улучшения микроорганизма. Имбирь используют, конечно же, для иммунитета, для повышения иммунитета, для профилактики, лечения самого большого количества, большого количества различных болезней. Также имбирь содержит большое количество витаминов группы В, витамин С, витамин Е, витамин К и большое количество микро-макроэлементов. Минерал, калий, цинк, фосфор, магний и другие. Все знают его и приятный жгучий эффект, терпкость на вкус. Вторым компонентом этого пластыря является масло цветов магнолии. Масло цветов магнолии обладает довольно сильным антисептическим эффектом, помогает избавиться от насморка, от кашля. А настойку из цветов магнолии использовали наши предки для избавления от озноба, от лихорадки. Коричний тайский. Это растение используется с давних времен в китайской традиционной медицине. Оно помогает улучшить кровообращение, поддержать иммунитет. Применение этого растения позволяет оставаться здоровым в тот период, когда все вокруг болеют. Также коричний тайский снимает следы усталости и покраснения на коже. Семена горчицы белые. Они с давним времен еще гиппократом использовались для лечения. Помните всем известные горчичники. Вот-вот это те самые семена горчицы белые. Помогают улучшить состояние организма при простудах, при кашле. Вызывают прилив крови. Оказывают отличное согревающее действие. Являются мощным отхаркивающим средством. И средством облегчающей кашель. Гвоздика. Используется не только в кулинарии, но также и в медицине. Обладает растение очень характерным сильным ароматом. И содержит в своем составе большую гамму микро-макроэлементов. Таких как бета-каротин, витаминные группы В, витамин С, токоферол. Также гвоздика помогает при заложенности носа и облегчает дыхание. В состав ринопластыря вукхан также входит корень молочая. Это растение позволяет... Корень молочая содержит лаваноиды, алкалоиды, аскорбиновую кислоту, дубильные и горькие экстрактивные вещества. Также корень молочая богат селеном. Благодаря своему уникальному составу корень молочая позволяет организму лучше поддерживать иммунитет. Также корень молочая обладает антивирусными и противомикробными свойствами. Также в состав ринопластыря вукхан входит такой компонент, как корень дурничника. Необычное название, но корень дурничника широко используется в китайской медицине. И благодаря тому, что в составе корень дурничника есть, входят сапонины. Это вещества, которые стильливают секрецию бронхиальных желез, благодаря чему корень дурничника позволяет быстрее справиться с кашлем, а также позволяет облегчить дышание и снять головную боль. Это что касается состава ринопластыря вукхан. Состав, как в самом деле, довольно богатый. И в заключение я хотела бы несколько слов рассказать о противопоказаниях по применению ринопластыря вукхан. Клеится ринопластырь на сухую очищенную кожу. На кожу, на которой нет покраснений, нет каких-либо высыпаний. Поэтому люди, у которых кожа склонная к высыпаниям, к аллергичным проявлениям, будьте особо бдительны. И в случае, если вы применяете пластырь и появились какой-то зуд неприятный, покраснение ощущения, немедленно снимайте этот пластырь. При этом вы понимаете, что это намного лучше, чем та таблетка, которая, может быть, не подойдет вашему организму, но вы уже никак не можете ее извлечь из организма. Ну, это так, к слову сказать. Также пластырь вукхан, ринопластырь, не рекомендуется принимать женщинам беременным. Вот, собственно, и все. Будьте всегда здоровы, чтобы у вас в вашей жизни было меньше поводов для применения ринопластыря вукхан. А если вдруг повод такой возник, то у вас теперь есть альтернатива. Пользуйтесь традиционными средствами из аптеки, либо пластырь вукхан как наилучшим достижением традиционной китайской медицины. Надеюсь, что сегодняшнее видео было для вас полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Лариса Ильвинска. До скорой встречи! Продолжение следует...